Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев провел совещание, посвященное обсуждению состояния дел в нефтегазовой промышленности и вопросам дальнейшего развития отрасли. Нефтегазовая промышленность занимает одно из ключевых мест в экономике страны. Эта сфера служит не только в качестве источника энергии, но и сырьевой базой для целого ряда отраслей. Производство полимеров, органических и химических веществ, а также минеральных удобрений. За последние два года в результате проделанной работы добыча газа выросла на 10%, вследствие чего поставка населению природного газа увеличилась на 15%, а обеспечение жиженным газом выросло на 1,6 раза. В этот период на нефтеперерабатывающих заводах дополнительно произведено 204 тысячи тонн нефтепродуктов, что позволило на внутреннем рынке покрыть потребности в бензине и дизельном топливе. Только в текущем году на Шуртанском и Устюрском газохимических комплексах произведено продукции в 4 раза больше – полиэтилена и полипропилен на общую сумму 700 миллионов долларов. В целях развития нефтегазовой отрасли до 2030 года предусмотрена реализация 30 инвестиционных проектов, объем которых 36,5 миллиарда долларов. Программа предусматривает проведение геолого-разведывательных работ, добыча углеводородов и глубокая их переработка. Если не будут предприняты конкретные меры по повышению запасов углеводородов, то в течение ближайших 10-15 лет они уменьшатся в два раза. В этой связи на совещании руководителю компании «Узбекнефтегаз» президентам были даны конкретные поручения. Это увеличение геолого-разведывательных работ, добычи, модернизация месторождений, открытие новых, глубокая переработка нефтегазового сырья, привлечение прямых иностранных инвестиций. Для этого перед обществом «Узбекнефтегаз» поставлена задача по внесению конкретных предложений для внедрения механизма по использованию мирового опыта проведения геолого-разведывательных работ, добычи, привлечения зарубежных инвесторов, а также обеспечения защиты интересов государства и инвесторов. Кроме того, по итогам этого года поручено внести предложение по реализации программы на 2017-2021 годы, второго этапа добычи сырья углеводородов и выработки механизма финансирования этого процесса. Большая часть магистральных газопроводов и системы газоснабжения была сооружена еще в прошлом веке, а потому нуждается в ремонте. В перспективе с целью гарантированного обеспечения населения газом будет модернизирована газотранспортная магистраль, внедрена новая система СКАДА. Объем инвестиций в этот проект составит 1,6 миллиардов долларов. Кроме этого, были даны поручения по привлечению зарубежных инвестиций в процесс модернизации газораспределительных систем, автоматизации потребления населением газа, внедрение передовых инновационных технологий. На сегодняшний день всего 2% продукции с высокой добавленной стоимостью глубоко перерабатывается в нефтегазовой отрасли, а в ближайшие 10 лет этот показатель можно увеличить в 7 раз. Потому обществу «Узбекнефтегаз» было сказано обратить приоритетное внимание на развитие ключевых направлений отрасли. Было отмечено, что у нас имеются все возможности по увеличению объемов производства новых видов продукции – ароматических углеводородов, бензола, толуола, ксилола, технологии получения олефина из метанола, а также получения полистирола, синтетического каучука и других. Для реализации этих проектов необходимо вложить около 9 миллиардов долларов. Для этого будет разработана стратегия по привлечению в процесс прямых инвестиций крупнейших компаний из Европы, Японии и США, которые успешно работают на мировом рынке нефтяной промышленности. В силу того, что система управления в обществе «Узбекнефтегаз» крайне сложная и многоступенчатая, затрудняется процесс принятия оперативных решений и осуществления глубоких реформ в системе. С целью совершенствования системы управления в компании «Узбекнефтегаз» были даны поручения оптимизировать организационный уклад и выведение из структуры организаций, которые не имеют отношения к отрасли, в частности, сокращение управляющих органов, которые дублируют функции друг друга. Поставлена задача о передаче инвесторам на основе ГЧП тех предприятий, которые не имеют прямого отношения к отрасли. Также было поручено на четырех подведомственных научно-исследовательских и проектных институтах, работающих в сфере, создать Национальный нефтегазовый научно-исследовательский институт и обратить особое внимание на поиск и внедрение инноваций в деле глубокой переработки углеводородов. Продолжение следует...